Всем привет! Сегодня у меня будет история от подписчицы. Сейчас я ее зачитаю, а потом мы с вами дадим ей советы в комментариях, а я в видео прокомментирую письмо, которое мне пришло. Так, мне нужен именно ваш совет, потому что вы живете в Стамбуле, а моя история связана с турецким мужчиной, который живет в Стамбуле. Мне 39 лет, я живу в Беларуси. Моя история началась совсем недавно, а точнее 8 июля 2020 года. В тот день я улетела на отдых в Египет со своей тетей и дочкой. По дороге в аэропорт мне в Инстаграм пришло сообщение от незнакомого мне на тот момент мужчины. Мне часто пишут в Инстаграме мужчины, но я никогда не отвечаю на их сообщения, просто игнорирую. Три года назад я развелась со своим мужем, никаких новых знакомств не искала. Вот это сообщение я оставила без внимания. Через 10 дней после моего возвращения с отдыха он прислал мне еще одно сообщение. Не знаю почему, не могу сама себе это объяснить, но я ему ответила. После этого между нами завязалась бурная переписка с признаниями в любви и так далее. В ходе нашего общения выяснилось, что ему 37 лет, его рост метр девяносто, что не могло меня не радовать, так как мой рост метр семьдесят пять. Он компьютерный инженер, работает сам на себя, у него софт-компания, как он сказал, прислал мне свои фотографии, так как в Инстаграм у него личных фотографий на тот момент не было. Мне он очень внешне понравился. Он разведен, у него есть сын, которому 6 лет. С бывшей женой они постоянно ссорились, она лезла к нему драться даже с кулаками и после очередного скандала с ней он попал в больницу с какими-то там кровотечениями на нервной почве и в общем решил развестись. Его семья была против этой женщины еще и до свадьбы. Он тяжело переживал развод, так как бывшая жена не давала ему видеться с сыном и в течение 9 месяцев, пока суд не определил порядок его общения с ребенком тоже. Он тоже был один в течение 3 лет, как и я, так как брак очень травмировал его психически. Он попросил удалить все мои фотографии в купальнике и те, на которых, по его словам, я выгляжу сексуально. Он поменял фото своего профиля на какую-то картинку и меня попросил сделать то же самое. Сказал, что он главный в наших отношениях, а я должна его слушаться. Я немножко здесь, как бы выразиться, остановлюсь, потому что вот это вот поменять на картинке, это уже намекает на то, что он что-то скрывает и не хочет, чтобы ваше лицо там светилось свое. Это скрытие чего-то идет. Он заявил, что перфекционист во время наших видеочатов очень внимательно меня разглядывал, просил приблизить камеру к моему лицу. Фотографии, которые я ему присылала, разглядывал под микроскопом. Еще сказал, что он метросексуал, очень ухаживает за собой, косметику покупает только дорогую, в хороших брендах или в аптеке. Одежда у него тоже качественная, известных производителей. Он считает себя очень умным, начитанным человеком. Он в ходе нашего общения много интересовался моей жизнью, спрашивал о моих мечтах, моей семье, бывших мужьях, моем характере, отношении к ним. Спустя неделю он заявил, что может приехать, чтобы меня увидеть. Я сама из небольшого города и не хотела приглашать его к себе домой, поэтому мы договорились встретиться в Минске. Он скинул мне скрин авиабилетов. Потом он начал разговор о том, что как вырос курс доллара в Турции, как там ухудшилась экономическая ситуация. На что я ответила, что в Беларуси дела обстоят еще хуже. И мне этот диалог показался тогда странным. Я считаю, что если мужчина сам захотел приехать, то он не должен говорить женщине на тему денег. В итоге он купил билеты. Я сняла квартиру в Минске на трое суток за 100 долларов. И если честно, то я думала, что он мне эти деньги отдаст, так как интересовался суммой денег за аренду квартиры. Но не вернул и даже не начинал разговор на эту тему. Я здесь немножко тоже приврусь. Сразу сделаю комментарий, потому что всему большое. У меня вопрос вообще. Зачем вам нужен мужчина в себя влюбленный, однозначно с нарциссическими наклонностями и разглядывающий вас под микроскопом, делающий какие-то там, может, комментарии по вашей внешности? Это как бы меня тоже наталкивает на мысли по поводу, зачем вам это нужно рядом с собой такого мужчину держать. Такой мужчина, как правило, остается наедине с собой по большей степени. Он прилетел 31 июня. Я встретила его в аэропорту. Он прилетел с цветами, все было очень красиво. В жизни он мне тоже очень понравился. Сначала я чувствовала от него запах, но я знала, что люди разной национальности имеют свой специфический запах, и нужно постоянно привыкать к нему. Мы много гуляли, разговаривали, смеялись. Мне было с ним комфортно, весело, интересно. Он спрашивал, хочу ли я снова замуж. Хочу я себе белорусского или турецкого мужа. Смогла бы я переехать в Стамбул и учить, например, турецкий язык. Спали мы вместе в одной кровати, но полноценного ничего между нами не было. Были поцелуи, он постоянно меня обнимал. Он сказал, что у него была только одна женщина, и был секс только с бывшей женой. Уж не знаю, верит ли я этому или нет. Я скажу сразу нет, не верить. Я подарила ему банное полотенце из белорусского льна, небольшую куклу в национальной одежде. Он привез для меня и моей тети по коробочке Рахат Лукума. В Минске он платил за еду, за кафе, за экскурсии. Три дня пришли очень быстро. Когда пришла пара расставаться, он дал мне конверт. Я очень боялась, что там деньги. Но, слава богу, там было письмо, которое он написал красивым почерком на русском языке при помощи переводчика. Так как русский язык он не знает совсем. В письме было признание в любви. Я плакала по дороге домой. Мы продолжили дальше наше общение. Он приглашал меня в гости в Стамбул в декабре, так как у меня будет отпуск в это время. Спустя неделю после нашей встречи в Минске он написал, что хочет мне сказать что-то и заранее просил не обижаться. Я сказала, окей, хорошо. А дальше он написал, что на протяжении трех дней, которые мы были вместе, он чувствовал запах у меня изо рта и носа. Мне стало очень неприятно. Я тоже чувствовала от него какой-то запах, но я никогда бы об этом ему не сказала. Я позвонила многим своим друзьям, попросила их честно сказать мнение о наличии запаха у меня изо рта. Все были очень удивлены и ответили, что ничего подобного не замечали. После этого я очень обиделась на него и послала ему гневное сообщение о том, что я чищу зубы вообще-то два раза в день, что у меня нет никаких заболеваний и что никто из моих близких, знакомых ничего подобного не чувствует. А еще если он такой перфекционист, разглядывает меня под микроскопом, то пусть думает хорошенько, нужна ли ему такая запахом изо рта или нет. Написала, что мне 39 лет и скоро у меня появятся морщинки, возможно даже целлюлит. Если он не готов меня любить такую, какая я есть, то пусть мне больше и не пишет. Надо сказать еще, что до этого он мне писал, что у меня идеальный вес и я всегда должна держать себя в весе 60-66 килограмм. Сам он очень худой, но я всегда писала ему, что он нравится мне таким, какой он есть. Он очень обиделся, прочитав все это, написал, что в шоке, очень разочарован и не будет мне больше ничего объяснять. Я подумала тогда, что он хочет прекратить со мной общение. После этого я ничего ему не писала, он тоже молчал. Спустя два дня он удалился из моих подписок, мою подписку на него тоже отменил, и я его заблокировала, когда увидела все это. Мне было бы очень обидно, но спустя два дня он создал аккаунт с таким же именем, как у него, с одним небольшим отличием. Прислал мне с него гневное сообщение, что я его заблокировала, как я могла с ним так поступить, и фотографии, на котором мои подарки для него из Минска изрезаны в клочья. Слово за слово, и мы начали общаться снова. Первым делом он поинтересовался, много ли мне мужчин за эти два дня написали, и еще на протяжении двух дней строил себя обиженного. На что я ему сказала, что если он еще раз удалится из моих подписок, то я его отправлю в блог навсегда. Я пишу и понимаю, что какой-то детский сад. Затем два дня было все спокойно, люблю, скучаю. А позавчера он присылает мне вопрос о том, кто, по моему мнению, должен платить за поездки, билеты и так далее. Я ему ответила, что мои бывшие мужья всегда за меня платили, и я считаю, что если мужчина куда-то приглашает свою женщину, то он должен за нее платить. В ответ мне пришло, что это в культуре нашей страны, так как в Турции такого нет. В Турции в современных отношениях каждый платит сам за себя. Я спросила у него, в чем же тогда заключаются мужские обязанности, и как мужчина ухаживает за женщиной, дарят ли они какие-то подарки, цветы, оплачивают ли счет в кафе, ресторане. Мне ответил, что нет, и каждый платит сам за себя. И почему мужчина должен платить за женщину, если она работает? В браке мужчина платит, а до брака каждый сам за себя. Я спросила у него, что мне из обязательств тогда... Я считаю, что если мужчина не готов платить за свою женщину, значит, он относится к ней несерьезно. Он ответил, что так в Турции заведено. Я спросила, есть ли у него отдельная кровать для меня, ведь по его религии секс до свадьбы запрещен. Ему это не понравилось, он подумал, что я с ним шучу. Вечером написал, что хочет меня, и я ему, что кроме поцелуев до свадьбы ничего между нами быть не может. Обиделся. Шли ему бусечки эмоджи. Вчера я не пожелала ему спокойной ночи, и он даже не ответил. Сегодня тоже молчит. Хочу вообще узнать ваше мнение по поводу всей этой ситуации. Платит ли мужчина за свою женщину до свадьбы, или это действительно не принято? Как бы вы поступили в моей ситуации, зная много о турецких мужчинах и их менталитете? С огромным уважением. Я, знаете, не знаю много о мужском, о мужчинах в Турции. Менталитет, может быть, да, но о мужчинах в Турции нет. У меня такого опыта нет, я знаю только своего мужа. Интересная история. Я могу сейчас вам... Мое мнение, да, это чисто мое мнение. Я опишу этого мужчину, с которым мы познакомились. Ну, это однозначно проблемный человек со своими комплексами и загонами. Скорее всего, с нарциссическим типом личности. Я уже до этого сказала, останавливала. Зачем вам такой мужчина нужен? Это уже ваша, да, проблема. Почему вас именно это цепляет, именно такое отношение к себе? Вас именно это отношение цепляет. О нем вообще, в общем, вот со стороны смотря, повидав здесь людей, как вы говорите, да, столько историй было у меня на канале, миллион, вагон и тележка. Все очень просто. Он меняет часто аккаунты, что-то удаляет, потому что он общается не только с вами. Попросил убрать фотографию с аватарки, какие-то картинки. Опять же, шифруется, чтобы вы не узнавали. Удалил быстро страницу. Да, он на самом деле, честно говоря, параллельно с вами, походу, общается еще с кем-то. Поэтому он не хочет платить за полеты, тратить вообще деньги. По сути, он по-любому скупер-дяй. В семейной жизни, если что, пусть не будет все точно-точно так же. А вот этот вот бред вообще, что он называет, ой, в Турции вот так все живут, это такое. Я вот это когда читала, мне было и смешно. Я понимаю, что многие этим реально прикрываются. Это мало. Я вообще, честно, не представляю. Вот по своему, да, конечно, я служу по людям, с которыми я здесь общаюсь, по своему кругу общения. Я не представляю вообще, чтобы в Турции мужчина за женщину не платил где-то или пытался уйти от этого и оправдывал тем, что все так живут. Он, наверное, что-то попутал. Он живет не в Стамбуле и не в Турции. Это больше к Европе, например, в Германии, где-то, возможно, в Англии что-то. 50 на 50, да, там, до брака. В Турции это не та история вообще. Здесь, наоборот, мужчина показывает свое желание к этой женщине, что она ему нужна, он хочет о ней заботиться, он за нее платит. Дело не в финансах и в самом материальном вопросе, а в том, что он так показывает свое расположение, говоря о том, что я беру за тебя ответственность. И чтобы турок, вот честно скажу, когда я слышу историю, что турок ни за что-то не хочет платить, экономит деньги, он просто по жизни скряжестый, либо у него куча других баб, на которых он тоже тратит деньги. Он просто свои финансы рассчитывает, что таких, как вы, у него очень много. Тут других вариантов я вообще не вижу. Я вообще, понимаете просто, здесь турчанку родители, неважно, из богатой семьи, из бедной, попроще. Здесь в любом случае люди более материалисты, и здесь не с милым рай в шалаше. Здесь по-другому воспитывают просто, да, то есть берем турцию воспитания. Здесь ни одни родители не захотят отдавать свою дочь за какого-то непристроенного, скупердя или еще. Там тут на это все очень смотрят. Да, тут вкладывается, например, в брак, в семью, также сторона невестки, родители, там на свадьбу вместе могут ее финансово делать. Но ни одна турчанка нормальная, которая нормальная самооценка, которая считает себя принцессой, это по сути и правильно, надо знать себе цену. И одна турчанка не подойдет к вот этому вопросу брака, когда на нее ни одной копейки не потратили, в кафе никуда не сводили, и все, она везде за себя сама платит. Вот честно скажу, среди моего круга общения, я вообще таких историй, чтобы каждый сам за себя, или 50 на 50, вообще такого я никогда не встречала и не слышала. Может быть, у других людей, конечно, по-другому бывает, но если брать общую культуру страны, если здесь вообще такое, ну тут так на это, знаете, может быть, это и будет, но окружающие, когда такое услышат, если говорят, вот в общем в стране так, все вот так, что? Все об этом задумываются, все отметят в своей голове, как бы, что так здесь не бывает. Это восток, это другой менталитет, другая культура. Тут я даже вам до этого видео говорила, что мужчина любит больше произвести финансово, платить за что-то, создать иллюзию пафоса, денег, люкса или еще чего-то, то есть я беру на себя все, с последнего он это будет делать, с последней копеечки, залезет в долг, возьмет кредит или займет у кого-то, но сделает так, чтобы ты чувствовал себя принцессой. И у многих женщин облом после свадьбы, она понимает, что это была иллюзия, и на самом деле у него не так много денег, или он пытался ее обхаживать, павлиниться, выпендриваться в самом начале. Жизнь будет гораздо скромнее, потом финансово, эмоционально, в том числе меньше никуда там ходить будут, не могут себе они этого позволить. Но в плане ухаживания мужчина вкладывался. Это желание покорить женщину. Вот так здесь себя ведут, а не так, что на ней экономят. А потом после свадьбы все будет. Это все фигня, по ушам он вам ездит. В частности, если брать психологию, вас притягивает то, когда вас не любят. Об этом задумайтесь. Вы посмотрите, сколько минусов в этом человеке. Он меня разглядывает, к вам куча претензий, вы ему там не нравитесь, он вам что-то высказывает, там запах изо рта и все прочее, прочее, прочее. Это его психологические законы, у него в этом проблемы, пунктики. Это вообще такой, не очень здоровый мужчина, я бы вам так сказала. Связывать с ним жизнь, зачем оно надо, вот это все всегда выслушивать. Это изначально доминирующий, самовлюбленный, с нарциссическими нотками мужчина, который ищет себе одну определенную жертву, которую он всегда будет гнобить. Он уже сейчас показывает, что вас будут гнобить в отношениях. Вас уже принижают. Вас не воспринимают без каких-то условий комплексно и целостно. Вас ищут проблемы, вас рассматривают под микроскопом. Вас это устраивает? Вам это по кайфу? Вы хотите быть этой жертвой, которая придирается? Я вижу у вас эти нотки, что вас это тянет, и вам это нравится. Вот для вас это повод задуматься. Как вы там написали, что бы вы сделали в этом? Я вот вам по культуре, по людям рассказала, что это не так, что он им рассказывает. Скорее всего причем в том, что вы у него там далеко не одна. Это естественно, даже это видно. В инстаграме он вам написал. То, что он рассказывает про айтишник всякое, это может вообще и неправда, скорее всего. Просто в разводе свободен, и у него есть свободное время, и он тусуется, гуляет, ездит в Украину, в Беларусь. Это не так дорого. Поэтому просто он не хочет, скажем так, он хочет сократить свои расходы, и не хочет совсем платить. Ему это очень удобно. Поэтому и за квартиру, за аренду он вам тоже не предложил рассчитаться. Ничего удивительного вообще. Что еще был вопрос, что бы я на этом месте вам посоветовала делать, расставаться, прекратить общение. Ну, для человека, который с нормальной самооценкой, такое отношение к себе, это унизительно. Я себя люблю больше, нежели выслушивать какие-то принижения себя, чтобы меня под микроскопом рассматривали и какие-то претензии по поводу каких-то запахов мне высказывали. Слушай, Вася, вообще иди гуля лесом. Слишком у тебя много ко мне претензий и вопросов. Но вы вступаете в немножко такую невротическую игру. Все закончилось, заблокировали. Тут он создал новую страницу. Вот это вот начинается. Ну, это же типичная манипуляция к вам идет, он вас прогибает. Вы повелись, продолжили общение. Если вы были сильной, самодостаточной, вы бы на второе, скажем так, не помирились бы с ним, на второй круг отношений не пошли. Он прогнул, посмотрел, дальше будет хуже. Просто со временем, если вы сейчас с ним продолжите общаться, к вам претензий, проблем будет больше. И он вас прогнет. За билеты вы будете платить либо 50 на 50, либо как-то там короче, что-то выплатить будет. Будет игра по его условиям. Он просто вас проверяет. Вы включаетесь в эту невротическую игру, вы ведетесь на эмоции, вы отвечаете. Так что я повторюсь, самодостаточная женщина, которая все в порядке самооценки, которая не ведется найти эмоции, вспышки всякие эмоциональные, она откажется, прекратит общение и найдет просто другого себе человека. Вот и все. Там уже выводы сами делайте. Девочки, пишите комментарии. Как вы считаете, турки тратят, обхаживают? Или тут все 50 на 50? Или каждый... У меня вообще просто фраза убила. Я вообще, наверное, первый раз такое слышала, чтобы в Турции до брака каждый сам за себя, а вот когда она станет его женой, он там все за нее платить будет. Знаете, это вам вообще, мне кажется, было сказано, зная то, что вы никогда его женой не станете. Просто это такая, то, что вы хотите красиво услышать про брак или еще что-то, на самом деле, он так не рассматривает. Жду ваших девчонки комментариев. Девушка тоже. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok